Взглядом я не могу смотреть на жилаки этого ботоксного недоцарька. Главное, что он сказал, что да, мы не готовы переводить какие-то переговоры, кроме как капитулятивных для Украины историй. Собственно, Тон задал еще несколько дней назад, объявивший ордер, скажем так, на арест и Зеленского, и Порошенко. Что для вас было главным в этой речи, что вы услышали? Вы знаете, на самом деле тут нет ничего главного, потому что человек уже четверть века фактически у власти, не собирается с ней расставаться. Если говорить о курьезах, то, конечно, выступление Гундяева, когда они потом уединились для молебна, но этот молебен показали всему свету, вот этот интимный молебен. И там Гундяев сообщил, что он желает, чтобы для Путина конец века совпал с концом его царствования. То есть, если я правильно понял, то этот агент КГБ по кличке Михайлов, который под прикрытием исполняет функции патриарха Кирилла, он желает Путину царствовать еще 74 года. Ну, имеется в виду до конца века. Ну, в общем, короче говоря, это абсолютно курьезные всякие вещи. Там больше о том, что происходит, говорит не сам текст Путин. Ну, слушайте, ну что может сказать человек, который четверть века у власти, вот собирается царствовать еще до конца века, то есть еще 74 года. Это, ну, слушать то, что он говорит, это бессмысленно. Единственное, что действительно он собирается воевать. Путин это президент войны, никакой он, конечно, не президент. Это человек, укравший власть пятый раз за последние четверть века. Человек, который, на самом деле, никогда не выиграл выборы, потому что мы помним даже самые первые выборы в 2000 году, каким образом были организованы. Ну, а что касается последнего, то здесь вообще смешно говорить о каком-то избирательном процессе. Вот, так что, ну, вот каждый раз он обещает, обещал, значит, там, счастье и процветание российскому народу. Самое курьезное, конечно, из всего сказанного, это было требование, заявление о том, что он собирается заниматься сбережением народа. Ну, вот, примерно полмиллиона российского народа он сберег уже. Это те люди, которых он уложил в украинский чернозем. Он собирается сберегать и дальше. За время его правления депопуляция составила примерно по миллиону в год. То есть, так он сберегает народ. Ну, вообще, вы понимаете, составлять некоторый перечень тех обещаний, которые он давал за прошедшие четверть века, это будет очень длинный список. И понятно, что вот, ну, наконец, вот пришел новый президент, теперь он наведет порядок. А все те вот жулики и преступники и убийцы, которые были до него, видимо, так сказать, вот они отправляются на свалку истории. Здесь можно иронизировать сколько угодно, если бы это не была трагедия, на самом деле, Третьей мировой войны, одним из главных организаторов, который является вот этот вот международный преступник. Ну и последнее, что я хочу сказать, на фоне всего того, что происходит здесь, и не только объявление в розыск Зеленского, но и покушение на него, которое было раскрыто буквально накануне. Видимо, все-таки подарки к инаугурации Путина готовились. И попытка уничтожить президента. Игорь, если позволите, я не хочу переводить, но это отдельно хотел с вами поговорить. Да, давайте, просто я единственное, сейчас заканчиваясь с инаугурацией, две подтемки, и мы поговорим отдельно про этот заговор. Ну, во-первых, быстренько, если можете нам прокомментировать, кто туда приехал из официальных лиц, понятно, что вся Центральная Азия, кроме Узбекистана и некоторые европейские страны, что примечательно, вроде говорили, будут французские представители. Я не знаю, подтвердилось это или нет, пока я вот ищу подтверждение этому, но если это так, как можно оценить вот такую хитрую дипломатию французской Пятой Республики? Ну, действительно, насколько я знаю, там были ожидаемые представители Венгрии и Словакии, это было ожидаемо. Это да. Да, но все остальное, это, в общем так, не заслуживает внимания. Что касается Франции, вроде бы тоже было. Это странная история, я, честно говоря, не хочу вымучивать какие-то гипотезы. Гипотеза, основная базовая версия, которую, собственно говоря, и выдвигали те представители европейских государств, которые собирались ехать на эту инаугурацию, они говорили, что они хотят сохранить каналы коммуникации. Особое, Питер, я вам, как человеку, который в нашем медиапространстве представляет, значит, какой-то присмотр за Соединенными Штатами Америки, хочу высказать свое некоторое изумление по поводу позиций Соединенных Штатов, которые сказали о том, что, да, это, конечно, не выборы были, значит, кто и мы, но мы признаем, то есть это были не выборы, это были нечестные, не свободные выборы, но мы признаем Путина президентом, но на инаугурацию не пойдем. Вы знаете, когда я услышал эту формулировку, мне сразу вспомнилась школьная, еще со школы изумительная позиция Троцкого по поводу Брестского мира. Не мира, не войны, а армию распустить. То есть Соединенные Штаты считают эти выборы нечестными, не свободными, но Путин президент. Но на инаугурацию не пойдем. Ну, в общем, короче говоря, знаете, как выражение Тютчева, умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Так вот, в данном случае с Россией-то как раз все уже, по-моему, всем понятно. А вот Соединенные Штаты умом, конечно, понять невозможно, в них осталось только верить. Что я, собственно говоря, продолжаю делать. Ну, в других нам, к сожалению, в других нам пока верить нет такой, знаете, роскоши. Вот и май ему шо май ему, что называется. Ну, да, по поводу Франции интересно, я не знаю, опять-таки. Но если есть буквально пару слов, у нас на самом деле еще есть... Пожалуйста, Игорь, возможно, вы еще не прокомментировали это. Да нет, но по поводу Франции здесь, я думаю, что базовая версия, она была озвучена. И это то, что Макрон все-таки хочет оставить каналы коммуникации. То есть он по-прежнему, так сказать, с одной стороны грозит введением войск, с другой стороны говорит о том, что у Франции тоже есть ядерное оружие в ответ на ядерный шантаж. А с третьей стороны хочет оставить канал коммуникации для того, чтобы, так сказать, ну, если можно было... Понятно, да. Ну, на самом деле, вот сродни этому и решения все-таки США, вот, занять такую серую зону своей позиции, как бы президент, не совсем легитимный, но факт такой, чтобы, опять-таки, иметь эти каналы связи, по крайней мере, лучшего объяснения от американской стороны, пока не слышал. Дон, который не смог. Тут, опять-таки, без Дона мы не можем обойтись. Я не знаю, какой тут может быть вопрос, но просто давайте посмотрим. У нас даже есть вроде бы видеосюжет. Наверное, самым интересным на унылой инаугурации Путина оказалось появление Рамзана Кадырова. Вот он-таки, красавчик, идет. Очевидно, что ради картинки ему пришлось покорять лестничный пролет. Вы видите, как он это делает в Кремлевском дворце для того, чтобы, в частности, развеять слухи о его болезни. Ну, как мы видим по картинке, которая получилась у пропагандистов, сработали опять так себе. Я не знаю. Игорь, есть ли у вас какие-то тут комментарии? Ну, мне кажется, вот как бы иссякла уже моя кадерология. Вот поднимается, может быть, просто вот для пущей важности. Может быть, он нездоров, но на самом деле я не уверен, насколько это действительно важная тема для обговора. Ну, здесь что можно сказать? Во-первых, конечно, попытки, так сказать, свита играть короля. Значит, все вокруг, так сказать, суетятся вокруг него. Но Маргарита Симоньян, кстати говоря, отличилась. Она потом, после завершения вот этого мероприятия, она подскочила к Кадырову, уцепилась ему за руку. И откомментировала в своем вот этом твиттере, в сети Икс. О том, что, значит, потрогала бицепс каменный. Мне это напомнило Естребжемского, так сказать, который говорил про Путина. Рукопожатие крепкое. Значит, тут, понимаете, конечно, не хочется заниматься вот всякой там кремлинологией. Но, когда, ну, приходится смотреть. Вот вы счастливый человек, вы можете себе позволить не смотреть это безобразие. А я, поскольку медиакритик, я вынужден всю эту гадость пропускать через себя. Ну, иммунитет уже есть. Значит, там есть одна история. Она очень похожа на то, как, когда, значит, пытались американские политологи, советологи выяснить, кто есть кто вот в этой советской комарилье. И они смотрели, кто как стоит на мавзолее. Вот, исходя из того, кто как далеко стоит от генерального секретаря, пытались выяснить, значит, кто какую позицию занимает. А здесь вот тоже очевидная совершенно зависимость, политический вес людей, которые участвовали в этой инаугурации, зависит от того, кто с какой очередностью приходил на это мероприятие. Так вот, ну, основная масса, вот этот вот, значит, политический планктон, типа, там, депутатов Государственной Думы, сенаторов, губернаторов и прочая мелочь, вот эта вот кишащая, значит, они все были за больше, чем за час собраны. То есть, вот это само мероприятие было в 12 назначено, так вот, в 11 они уже все стояли как засватанные и толпились, так сказать, возле вот этой вот красной дорожки. Потом, где-то в 10 минут 12 появился Мишустин, он так деловито, так сказать, энергично прошествовал. Потом, после этого, через какое-то время, то есть, это вот как бы показывает, что он все-таки занимает выше ранг, чем вот эта вот депутатская биомасса, но, так сказать, ниже следующей. Потом там появились, значит, глава, так сказать, администрации президента, вот этот вот замечательный конспиролог, затем, после этого прошествовал патриарх Кирилл, и после этого появился Кадыров. То есть, Кадыров, так сказать, вот в табеле ранга, видимо, достаточно высоко по-прежнему стоит, очень забавно было за этим наблюдать. Да, еще между ними, так сказать, проковылял Лавров, вот, то есть, тоже достаточно, так сказать, видимо, высоко стоит, выше Мишустина стоит в табеле о рангах. Ну, это понятно, так сказать, в общем-то, два главных министра, которых лично назначает Путин. Ну, сейчас посмотрим, сегодня еще время есть, возможно, так сказать, уже будет известно, кого Путин представит, поскольку уже Путин принял отставку правительства, это уже состоялось. Ну, после этого, обычно, ну, поскольку уже есть такая традиция, Путин уже пятый раз занимается вот этим вот разбойным делом узурпации власти, то традиция уже сложилась, что он довольно быстро назначает следующее правительство. Посмотрим. Это, ну, не скажу, что это какая-то уж очень большая интрига, в условиях персоналистского режима, в общем, не очень важно, кто возглавляет правительство, но, скорее всего, Мишустина переназначат, я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Сюрпризы начнутся дальше. Просто те, кто ждут каких-то очень серьезных безобразиев сразу же после инаугурации, я думаю, что не дождутся, потому что серьезные безобразия начались после первой инаугурации. Кстати говоря, просто сегодня, ну, все его инаугурации были 7 мая, и первая состоялась 7 мая 2000 года. Так вот, тогда действительно Путин сразу же, не откладывая в долгий ящик, начал заниматься тем делом, с которым он начал уничтожение России. Первым он, как вы помните, уничтожил свободу слова. Сразу, буквально, вот 7 мая 2000 года прошла его первая инаугурация, и уже 11 мая, сразу после выходных, тут же было нападение на нашествие, так сказать, ФСБ. Прокуратуры налоговой на офис, на офис, значит, Моста, на офис Гусинского. Началось уничтожение НТВ. Сразу, буквально, ну, вот только выходные прошли, сразу же пошло уничтожение НТВ. Сейчас такой необходимости нет, потому что все, что нужно, уже уничтожено. Вот, но я думаю, что главным содержанием, помимо войны, это главное содержание будет пятого срока Путина, но еще помимо этого, это будет дальнейшая смена, постепенная, поэтапная смена так называемой элиты, верхушки. То есть, тотальное наступление искренних ястребов, потому что, ну, партии мира сегодня в России не существует, но есть разные партии войны. Искренняя партия войны и притворная, то есть, те, кто притворяется. Так вот, притворщиков будут выявлять, выкидывать, на их место будут занимать, ну, откровенные вот такие вот упыри, кровожадные люди, которые действительно не притворяются, а хотят больше крови. Их много. Последнее время, вот, идет эскалация вот такого вот, даже соревнования в кровожадности, и это будет основой, присяга на крови, это будет самый главный механизм социальных лифтов. Ну, и вот к теме, который обещал, мы вернемся к заявлению СБУ, что якобы эта организация, структура, раскрыла сеть агентов ФСБ, подозреваемые в подготовке и покушении на Зеленского, и задержаны два полковника управления госохраны Украины. Судя по всему, утверждает СБУ, российские спецслужбы активно разрабатывали планы по убийству Зеленского, и тут, а, кстати, еще и главы службы безопасности Малюка, и Буданова, и так далее. Очень хитрый такой план при задействии ракет, первый, второй, второй, чтобы заметать следы первого и так далее. Интересно на самом деле, интересно, хитро, и как бы очень часто хитрые такие вот планы, они как раз и не получаются даже у этой матерой организации под названием ФСБ. Что можно тут сказать, что, наверное, это можно рассматривать просто как необходимое для безопасного существования империи, устранения главаря мятежной структуры, мятежной территории под названием Украина. Это, собственно, и вот позиция Виталия Портикова, с ним часто про это говорим, понимание того, что Украина не может считаться равным государством Российской Федерации, а вот таких вот князьков, warlords, есть такое английское слово, их просто нужно устранять. И опять-таки ордер на арест и Зеленского, и Порошенко легитимизирует подобные действия. Ну да, в общем, на самом деле, очень характерно, что это вот сейчас, это под инаугурацию, то есть это какая-то попытка сделать подарок. Так сейчас, очень активно, ну, кто-то говорит к 9 мая, кто-то говорил о том, что к 7, к моменту инаугурации, была попытка, так сказать, взять часов яр. Ну, в общем, конечно, так сказать, название, которое мало что говорит кому-то в России, но тем не менее, хоть что-то. Вот какой-то подарок нужно было сделать для того, чтобы было понятно, что вот действительно на трон очередной раз восходит победитель. Ну, не получилось. На самом деле, конечно, так вот, довольно унылое получилось мероприятие, потому что отчитаться за предыдущие 24, ну, фактически 25 лет правления, если считать, что Путин все-таки вошел, так сказать, воссел на престол даже не в 2000-м, а стал председателем правительства в 99-м году, то есть во власти он четверть века. И, в общем, ну, чем он может отчитаться, так сказать, за эти годы? Экономика в достаточно унылом состоянии, изоляция полная, окошко или там форточка в Европу, который так старательно и тщательно прорубал Петр, он заколотил. Значит, куда-то, если говорить о внешней политике, изоляция довольно серьезная, но мы еще посмотрим, что будет 9 мая. Там, насколько я понимаю, главный, так сказать, главный участник победы, великой победы над врагом, это будет могучая доблестная армия Лаоса, которая будет приглашена. То есть, на самом деле, вся антигитлеровская коалиция, она сведется к России и Лаосу. Вот две могучие мировые державы, которые титаническими усилиями разгромили Третий рейх, так что это будет то еще мероприятие. Но внутри страны то, что происходит, это довольно резкое падение уровня жизни и депопуляция. То есть, сбережение народа, о котором он говорил, она проявляется в том, что по миллиону в год уменьшается население. Ну и плюс вот то, что происходит на фронте, когда с помощью местных штурмов утилизируются вооруженные силы России. Вот с этим человек подходит к своему пятому сроку. И будем надеяться, что все-таки пожелание господина Гундяева, оно может быть только в качестве анекдота рассмотрено. А вот есть у меня все-таки уверенность в том, что шесть лет Путин не протянет. И что этот срок будет для него не просто последним, а укороченным. Ну и тут я не знаю, можно ли этому радоваться или сожалеть, но я думаю, что вот этот вот пятый срок Путина, он будет последним не только для него, но и для государства, которое называется Российская Федерация. Я думаю все-таки, что после Путина никакой России уже не будет. И опять-таки, я не считаю, что по этому поводу надо праздновать, пить шампанское. Но просто историческая закономерность заключается в том, что все-таки империи в 21 веке не живут. И есть закономерность в распаде империи. Эти тенденции видны. И тяжелое военное поражение, которое неизбежно для Путинской империи, оно приведет к его распаду. Ну, строго говоря, только так и может закончиться эта война. Потому что даже просто поражение Путинской России не приведет к окончанию войны. Путин будет продолжать воевать, даже если будет его армия отброшена на границе 1991 года. Не может существовать Украина в мире с государством, которое находится в нынешних границах. То есть, условно говоря, государство, в котором столица находится в Москве, а линия соприкосновения идет по границам 1991 года. Поэтому я думаю, что в конечном итоге результатом этой большой войны будет серьезное геополитическое изменение на территории Северной Евразии. Опять-таки, да, очень надеюсь. Мы видим, как, ну, по крайней мере, там на это и имеют свое заклинание. Заклинание того, что они не признают Россию сухопутной империей вообще. Это такое вот просто многонациональное русское, уже даже не российское, так они называют русское государство, где и башкир русский, да, и шаман русский, и православный русский, скажем так. Тут и колобурчик в том, что я сейчас сказал, разумеется. Но вот, значит, если они не империя, то и такой вот распад им, собственно, исторически детерминированный не грозит. Ну, опять-таки, скажем так, мечтать не запрещено. Россия распространяет фейк о том, что США якобы ищут замену Зеленскому. Поэтому это, знаете, в принципе, параллельная, смежная вот этой истории о заговоре ФСБ. Службы военной разведки Российской Федерации отметились новым фейком о том, что якобы США активизировали усилия по поиске альтернативу Владимира Зеленского на посту президента Украины. Знаете, тут еще есть одна история, которая может с этим перемежаться. Опять-таки, вы, как человек, отслеживающий медиа, вот эта появившаяся в Держпигеле информация о том, что якобы вместо Джо Байдена будет Мишел Обама. Знаете, опять-таки, это может быть спекулятивно, но не исключено, что и эта история к немецким друзьям, среди которых иногда попадаются бывшие агенты штази, будем так говорить. Эта история тоже может поощряться или даже скармливаться российской пропагандой для создания хаоса во всех любых избирательных процессах. Это американская демократия и деликимизация Зеленского, у которого буквально со дня на день конституционный срок всплывает. То есть, в украинском языке слово всплывает, заканчивается. Вы знаете, здесь, на самом деле, уж в чем в чем, а в создании, так сказать, всяких информационных диверсий, в информационной войне путинский режим преуспел. Абсолютно согласен. Попытка дестабилизировать ситуацию внутри Украины, она предпринималась давно, собственно говоря, она не заканчивалась, начиная с момента обретения Украины независимости, начиная с 1991 года, постоянно идет, так сказать, серьезная борьба за информационное пространство. И надо сказать, что на протяжении долгих лет, ну, по крайней мере, информационное пространство Украины было полностью захвачено, просто полностью захвачено российскими нарративами. Ну, просто вот первые 10 кнопок в пульте управления украинским телевизором, это были российские каналы. Ну, по крайней мере, ну, я не знаю, там понятно, что это зависело от региона, но в значительной части, то, что я видел, когда я приезжал в Украину, я приезжал в Украину довольно много, и в 90-е, и в нулевые годы, я видел со своими глазами, что действительно, вот нажимаешь на кнопку и видишь российский канал. Поэтому пространство было захвачено, это связано было, безусловно, с огромным рекламным рынком российским, Россия была в 90-е годы намного, намного богаче Украины, да, собственно, и в нулевые тоже, поэтому понятно, что деньги очень многое решали. Но вот сейчас, после того, как, собственно, Украина провела барьер, выкинула все российские каналы со своей территории, сейчас идет война, информационная война фейков. Один из самых главных фейков, с помощью которого Россия пытается взорвать Украину изнутри, это разговоры о том, что, если не ошибаюсь, 21 мая, значит, карета превращается в тыкву, кучер в крысу, а Зеленский становится нелегитимным президентом. Вот этот вот пункт очень активно распространяется, причем самыми разными людьми, он просто вбрасывается в Украину, как такая информационная бомба. Для того, чтобы сказать, ну все, у вас нет президента, проводите выборы, иначе все, иначе с вами никто дело иметь не будет. К огромному сожалению, опять, ну, слушайте, никак мы без Америки не можем, опять некоторые американские конгрессмены тоже приезжают в Украину, рассказывают, что проводите выборы, потому что демократия, потому что иначе нельзя. Ну, единственное, что могу сказать, что в отличие от 90-х, от нулевых годов и даже от 10-х годов, сейчас ситуация в Украине, насколько я могу судить, такова, что существует определенный иммунитет против этих фейков. Украинское общество солидарно в том, что никаких выборов в условиях войны, ну, в общем-то, здравый смысл, который все-таки всегда был присущ украинцам, он здесь побеждает. Потому что представить себе выборы в условиях войны, когда, ну, хорошо, давайте так, в окопе сидят один сторонник Зеленского, другой сторонник его оппонента. Каким образом это должно, например, на фронте проявляться, да и, собственно, в тылу, или, например, как проводить выборы на оккупированных территориях. Ну, в общем, короче говоря, безумие всего этого самого предложения, оно в данном случае все-таки очевидно для подавляющего большинства украинцев. Поэтому не проходит вот эта провокация. Это очень радует. Ну, а что касается всего остального, то я думаю, что вот это предотвращенное покушение на Зеленского и сорванная фактически какая-то грандиозная победа в условиях перед инаугурацией, я думаю, что и перед 9 мая тоже больших успехов путинские оккупанты не добьются. Ну, а в конечном итоге все, безусловно, будет решаться на поле боя. Все разговоры о каких-то переговорах, о которых пойдет речь на этой конференции... Игорь, позвольте меня перебить вас. Вадим Скибицкий, зам Буданова, высокопоставленный украинский чиновник, давно я заявил, что победы на поле боя не будет, а будут переговоры. Представьте себе, вот имеем сейчас такую позицию, опять-таки, от высокопоставленного представителя украинской власти. Значит, вы знаете, да, действительно, вообще у Скибицкого было несколько заявлений. Прежде всего, это заявление о том, что... Ну, там давайте все-таки точно цитировать, что победы только военным путем не будет. Вот именно так было сказано. И что все это закончится какими-то переговорами. Вопрос ведь вот в чем. Насколько я понимаю, речь идет точно не о 2024 году. То есть, точно Скибицкий не говорит о том, что эти переговоры должны состояться в 2024 году. Какова будет ситуация в 2025 году, в 2026, в 2027 году? Мы не знаем, сколько продлится война. И какая будет ситуация вот в тот момент, когда вполне возможно, да, действительно, может что-то измениться. На сегодняшний момент, вот сегодня, с сегодняшней ситуации, с сегодняшней позиции Путина, с сегодняшней ситуации на фронте и в том, что происходит, конечно, никаких переговоров быть не может. Значит, чем объясняется позиция Скибицкого? И она, надо сказать, довольно сильно, но надо не закрывать глаза на то, что она довольно сильно противоречит официальной позиции политического руководства Украины, который заявляет о том, что никаких, Зеленский указ подписал о том, что никаких переговоров с Путиным. С кем переговоры? Какие переговоры могут быть с, значит, с людьми, которые твердо ставят в качестве главной своей задачи уничтожение Украины, убийство всех украинцев, ликвидацию, фактически ликвидацию политического руководства Украины, полную капитуляцию Украины? Какие переговоры? Поэтому, ну, вы знаете, я тоже с некоторым недоумением прочитал эту статью, это интервью генерала Скибицкого в «Экономисте». Да, да, это журнал «Экономист». И, откровенно говоря, я не знаю, что имеется в виду. Но, опять-таки, речь идет о том, что это не сейчас, что это точно не 2024 год. Вполне возможно, что человек думает, что вот за этот период что-то может существенно измениться, либо с российской властью, либо там какая-то ситуация на фронте, которая заставит к тому времени идти на переговоры. Короче говоря, я вообще не отношусь к различным выступлениям политиков. А, несмотря на то, что это военный человек, генерал, но должность заместителя начальника главного управления разведки – это политическая должность. И я отношусь к заявлениям политиков, политиков как частью информационной войны. Я не исключаю, что вот это заявление, оно тоже является частью информационной войны, в которой, так сказать, существуют и акции по дезинформации врага. То есть, вы понимаете, мы помним хорошо, как перед наступлением в Харьковской области, военное и политическое руководство Украины анонсировало наступление совсем в другом направлении. И в этом участке, кстати говоря, президент Зеленский. То есть, на самом деле, в условиях информационной войны дезинформация врага является частью вполне законной информационной политики. Поэтому я не исключаю, что вот это заявление Скибицкого – это часть информационной войны. Понимаете, наивно рассчитывать и наивно предполагать, что политики во время войны будут прямо рассказывать о своих планах. Вот прямо сейчас генерал Буданов, генерал Скибицкий, генерал Сырский прямо сейчас будут рассказывать о том, как они будут себя вести, на что они будут рассчитывать, где они будут наносить главный удар, где второстепенные, сколько у них войск, сколько вооружений и так далее. Это наивно. Поэтому вполне возможно, что это какой-то шаг в условиях информационной войны. И прежде всего, я думаю, что это попытка перед... Ну уж если говорить о моем предположении, откуда эта фраза взялась. У меня есть гипотеза, она может быть неверная, но тем не менее, я пока думаю, что причина этого заявления в том, чтобы перед вот этой конференцией, мирной конференцией в Женеве, попытаться перетянуть на свою сторону вот эти вот страны глобального юга. И не только. Потому что путинская пропаганда рисует Путина как голубя, которая постоянно говорит, а мы, в принципе, готовы на переговоры. А вот злобный ястреб Зеленский не хочет переговоров, хочет только войны. Так вот, я не исключаю, что вот эта риторика как раз должна показать, что нет, мы тоже не против переговоров. Пожалуйста, мир как мир. Давайте мириться. То есть, опять-таки, в условиях войны относиться к заявлениям политиков как к искренним каким-то намерениям реализовать то, что они говорят, это, в общем, достаточно наивно. Поэтому, но я-то не политик, понимаете, я-то в данном случае не нуждаюсь в том, чтобы каким-то образом маскировать свои убеждения. Я не верю ни в какие переговоры. Я не могу себе представить за столом переговоров, сидящих друг против друга или там боком друг к другу Зеленского и Путина. Мое воображение здесь отказывает в такой сцене. Я не могу себе этого представить. Тем более, что все, что сейчас происходит, доказывает абсолютную невозможность такого разворота событий. Да, так, друзья, у нас еще остается время, скажите. Да, у нас еще остается время немножко, Игорь. Я хотел с вами уже коснуться тогда уже темы визита Си Цзиньпиня во Францию. А, простите, да-да-да, на это уже, к сожалению, у нас времени не останется. У нас остается время на вот тему Владимира Карамурзы, российского диссидента. Я знаю, что вы с ним тоже знакомы, Игорь. И считая его тоже своим, если не другом, то, по крайней мере, приятелем, он получил Пуллицерскую премию за колонки для Washington Post, написанные в колонии. И последняя колонка, вышедшая 3 апреля, называется «Ягор», что высказался против преступлений Путина в Украине. Карамурза приговорен к 25 годам за государственную измену. Игорь, ну что тут можно сказать? Наверное, заслуженная абсолютно, да, абсолютно заслуженная премия. Очень смелому человеку вопрос тоже, может быть, риторический, насколько его подвиг будет оценен, история, насколько он все-таки важен. Потому что такие смельчаки, тут еще нужно и Льва Яшина, конечно, припомнить, и погибшего Алексея Навального, что про него кто не говорил. Но вопрос, насколько их не тщетна жертва. Вы знаете, вот что касается Володи Карамурзы, и Володи, потому что это мой товарищ, мы очень хорошо знакомы, мы дружили с его отцом, с замечательным тоже журналистом, к сожалению, умершим сейчас, тоже Владимир Карамурзой. Так вот, Володя Карамурза, это действительно блестящий журналист, и самое главное, что за что он получил, за что он получил эту свою полицейскую премию, высшую награду в журналистике, он получил за комментарии в американской прессе, которую он вел из тюрьмы. То есть это 2023 год, когда он писал колонки из тюрьмы, направлял через адвоката в американскую прессу эти блестящие смелые колонки, антипутинские, антивоенные, которые он направлял из тюрьмы, не боясь того, что его режим резко ухудшится. Это действительно человек абсолютно бесстрашный, и он является личным врагом. Вот у Путина не так много личных врагов. Был личный враг Немцов, его убили, был личный враг Навальный, его убили. И вот Володя Карамурза, это тоже личный враг Путина, по одной единственной причине, потому что главная успешная, очень успешная деятельность Владимира Карамурзы, это было благодаря тому, что он пользовался большим авторитетом на Западе, лично дружил с влиятельными американскими, европейскими политиками, ему удавалась санкционная политика. Он является одним из главных лоббистов списка Магнитского, он является одним из главных праведников списка Немцова, который был тоже реализован. То есть, именно через его усилиями, в том числе его усилиями, были организованы персональные санкции против целого ряда российских преступников. Путин люто ненавидит Карамурзу, безусловно, потому что Карамурза удавалось добиться серьезных проблем для путинских подельников. Поэтому, конечно, вот это решение комитета по присуждению полицейских премий является очень важной вещью. Это действительно серьезная поддержка. То, что вот так высоко оценили журналистскую деятельность Владимира Карамурзы, в значительной степени это поддержка. И в тюрьме человеку такая поддержка, конечно, крайне необходима. Продолжение следует...